всем привет как меня видно как меня слышно дорогие мои ой смотрю тут уже пишет то есть какого города из какой страны классно видела в самом начале девчонки начали заходить из приднестровья да я в крутом сегодня платья но мне так нравится вообще даже снимать не хочется серебристые кроссовочки и это платье я наверно схожу в нем даже на фотосессию она очень удачная так ну все вижу плюсики побежали всем привет мои дорогие как я соскучилась по нормальным вебинарам обучающим если честно но сегодня у нас с вами будет классное такое опять-таки события это мы расскажем с вами по поездке в сочи все что у нас было и конечно же поговорим о том как выполнить спасибо большое как выполнить поездку на тунис и в италию в баре если конечно вы этого хотите поэтому сидим до конца вебинара в самом конце вот все самое интересное мы вам прокладываем путь не только хорошим выплатам но и к путешествиям живописным странам к италии к северной америке и так далее ну что ж ну во первых у нас с вами как вы знаете это внеплановое такое объявление у нас с вами скоро состоится каскад конференции вот буквально сегодня танюша рябинина еще скинула в чат что будет в нижнем новгороде очень классная конференция 21 октября да то есть обязательно кто видел объявление поставьте плюсик кто видел но не разослал своим новичкам ссылку да везде и всюду на это мероприятие тому камушек в огород исправляйтесь и конечно же зовите всех 28 октября в киров вот навстречу со мной я думаю вам тоже понравится с нами пообщаться год не только конференция мы света вот спасина приезжает директор и так далее и так далее и мы конечно же будем еще вечером в кафе сидеть до в каком-нибудь ресторанчике обязательно я думаю много о чем захочется пообщаться потому что судя по общению директоров в турции по общению директоров сочи а разговоры просто не умолкали если бы мы там жили целый месяц мне кажется мы бы просто бы не исчерпали все темы для разговоров для советов и так далее и так далее поэтому конечно обязательно ждем вас на таких вот конференциях да то есть вот и обязательно обязательно собирайте все свои команды кто живет рядом потому что когда-то несколько лет назад до почти что уже четыре не три года назад или даже два с половиной я еще не в каком статусе в открытом старшем директоре в открытом простом директоре ездила на ассамблею в сочи ох забыла забыла вам показать эту классную фотографию ох я ее не внесла в презентацию а мне так хотелось ее показать для вас вот и там мой дорогой наставник кто его знает получал чек да я сейчас ее к сожалению не откопаю так быстро получал чек с подтвержденным серебряным статусом да то есть вы знаете моего наставника это папочка нашего проекта николай андрейка вот не знаю если сейчас получится то я быстренько откопаю эту фотографию он там совсем другой да нет наверное не найду к сожалению очень хотелось мне вам эту фотографию скинуть вот ведь а самое важное забыла с чего же начиналась моя история да и я помню как мы приехали к коре тогда мы приехали к николаю абсолютно одни и конечно же был огромный полный зал три тысячи директоров и это было очень круто и вспомните вот все что было на моей первой до ассамблее это конечно я была в огромном восторге она проходила тоже в сочи в банкетном зале галактика к нам приезжал ягодин к нам приезжали очень такие крутые люди с которыми очень хотелось фоткаться но я постеснялась я не подходила к ним да то есть я видела со сцены алексея геннадьевича я видела элиту я видела как люди рассказывают свои обычные человеческие истории успеха и вот она вот она я вам сейчас кину ссылку да вот он наш николай кто его узнает поставьте мне плюсик чат я все равно нашла вот я все равно нашла николая он получал свой первый серебряный чек на ассамблее конечно я тогда прям была в таком восторге но у нас был такой плохой фотоаппарат что у меня не получилось много фотографий сделать узнали до колю совсем другой молодой да то есть и тогда я конечно же увидела первый раз маря мумарову она получила чек за элитного директора она была такая красивая в ярком таком розовом цвет фуксия платье с такой крутой прической вот я так смотрела на ее да она такая на сцене стояла и она была номер один вот тогда на тот момент до два с половиной года назад и вы знаете кто ездит на такие мероприятия и бывал на них хотя бы раз тот меня поймет что такое мероприятие грех пропускать потому что эта мотивация для вас для вашей команды и да и вот тогда вот первый раз мы встретили с колей мы сидели у него в номере чуть не до утра болтали приезжал антон я его еще подстригла так знаете сама стригла его и слишком коротко подстригла он все ругался как я пойду на ассамблею говорит как как этот как говорит как это как бандит говорит пойду такой полулысый да вот и это конечно все было очень даже здорово и вот вы знаете самое классное так прошу прощения я еще хочу запустить прямой эфир в инстаграме вот все запустила прошу прощения для класс хочется со всеми поделиться вот и вы знаете когда вот такие мероприятия проходят то после ассамблеи я вам честно скажу я не пропускала ни одного своего мероприятия ни одного своего награждения и еще больше я ездила по разным странам и городам для того чтобы увидеть как наши директора с нашего проекта восходит на сцену за чеками и это конечно для меня сейчас самая главная мотивация в этом году в сочи в сочи награждали так пять директоров одного старшего директора нашего так одного золотого директора одного рубинового директора ну и конечно нас с антоном малышку мы брали с собой да то есть настенька сейчас все расскажу сейчас все расскажу ну конечно сразу с турции это фото с турции нашей команды тут меня нет на фото вот но что хочется сказать ну это практически весь наш коллектив вот тут вот да тут есть серебряные рубиновые директора да и как вы видите национальные и все простые добрые классные душевные общительные и все конечно же болеют за рост своих команд да вот и когда вот мы так вот в живую встречаемся это конечно фейерверк чувств фейерверк ощущения это конечно слезы радости и так далее и я вам сегодня расскажу про мою самую главную радость вот путешествовали мы вот в таком составе и плюс еще и няня с нами путешествовала потому что мы взяли с собой и в турцию и в сочи то есть у нас было такое турне мы не заезжали в киров не заезжали домой мы из турции вернулись в москву и с москвы сразу полетели в сочи вот прилетели в сочи это два самолета за сутки ну проблемы конечно были увекуськи самый младший да попрыгушки вот на фото поболели немножко ушки но в принципе остальное все было хорошо без проблем она у нас когда сильно уставала она просто вырубалась и могла спать где угодно в какой угодно позе отличную функцию мы у ребенка своего открыли да если я устала отстаньте от меня все спит и по шесть и по семь часов до между пересадками и никто ее не трогает и все здорово в самолете она не спала смотрела в окно это были ее первые перелеты и конечно круто ездила я как вы видите с мужем с родителями у мужа вот с малышкой с нянечкой и со старшей дочкой который скоро 18 лет и конечно самое главное событие это то что мы впервые поехали в такое крупное путешествие в такое длинное путешествие практически месяц вот я очень переживала как это без нас останется весь проект как это я буду там ездить там в турции был ужасный интернет мы хотели делать презентации видеосъемки но вот вы знаете ничего у нас не получилось никаких стримов нам вообще не давало просто не шло подключение оказывается в турции там что-то связанное с политикой просто не давали ничего стримить вот и поэтому делать прямые эфиры и поэтому у нас не получилось ничего но мы по возможности выкладывали снимали различные видео и конечно же вы можете пройти на мою страничку инстаграм я вам сейчас ее скину и там посмотреть намного больше фотографий чем вы увидите сегодня тут это во первых во вторых у нас есть есть наш общих хэштег фэйл турция 2018 подписывайтесь на этот хэштег сейчас я вам его скину и вы увидите огромное количество фотографий у всех девчонок со всех структур ну конечно же мы ждем лайков да пришлось просто отдыхать да то есть вот вот это наш общий хэштег если вы его вобьете в инстаграме а подпишитесь на него то до сих пор иногда поэтому хэштегу девочки постят фотографии потому что только недавно профессиональный фотограф проекта эти фотографии публиковала да то есть вот прям на этот хэштег в инстаграме можете подписаться и будет вам счастье вы увидите все впечатления всех директоров кто был в сочи поэтому вот советую вам это для для как вам сказать именно для сочи такой же точно хэштег вместо слова сочи турция и тоже вы можете посмотреть как мы отдыхали в турции да вот и самое интересное что у нас есть еще чат фото проекта фаберлик онлайн и там конечно весь весь наш позитив вот тут прямо вот этот чат да проект фаберлик онлайн фото обязательно на него давайте подписаться каждому вашему новичку ссылка там открыта да то есть в информация чате почему потому что скоро мы будем постить фотографии солнечного бали и все наверное это знаете да вот так же конечно фотографии было намного больше видео было намного больше и конечно если вы были на ютубов на ютубах директоров то вы наверное видели огромное количество видео я вам скину сейчас свой канал youtube покажу но также конечно на ютубов ваших директоров тоже огромное количество просто я вот что-то ссылки на ютубы не собрала да можете подписываться когда директора скидывают какое-то видео с ютуба да там танюша рябинина да там катя поликашина оля дубяга да дашенька похильчок подписывайтесь на эти каналы и конечно же там мы тоже делимся впечатлениями о путешествии какие-то обзоры снимаем какие-то полезные фишки вот очень много полезных фишек у наших директоров поэтому там посмотрели видео тут посмотрели видео и узнали очень много полезной информации обязательно увидите что видео в чате мелькает даже если не хотите его смотреть и вам сейчас некогда не упустите момент подписаться особенно на на директоров да люди с уровня директор это прям кладезь информации на каждом ютубе открытой вот и конечно же давайте с вами начнем коммуникации провели все кто сейчас на вебинаре знаете что нужно обязательно давать новичкам подписываться на общепроектный как вам сказать канал по фотографиям потому что туда мы будем видео и все скидывать если вы полистаете вверх вы там увидите доминикану еще да вы увидите турцию и как бы цель этого канала зарядить вас на успех но не только вас но и ваших новичков допустим ваш новичок пришел через месяц а вы ему вот такой фотоканал покажете да и он по идее абсолютно безопасный на него можно подписываться в соцсетях контактах там ничьих нету да там просто фотографий только с нашего проекта сделанные руками сделанные руками наших директоров поэтому подписывайтесь давайте никто никуда никому не уйдет ни имен ни фамилий ничего там нету вот и конечно же международная ассамблея это просто суперский был масштаб я советую всем быть на таких мероприятиях пройдите по ссылочке но сейчас таки не листайте а то вы там утонете это от официально официально фотографии от компании фаберлик из группы фаберлик что хочется сказать про это да вот когда мы делали фотографии да нам конечно хотелось снять все сделать но именно в этих фотографиях видно крутой классный масштаб всего мероприятия видно как там тысячи людей и самое классное что я вам не сказала что все вот эти тысячи людей да это не просто там избранные получали да на сцене кстати сотни чеков сотни чеков мелькала на сцене в ассамблее но самое классное что это все люди от уровня директор с открытого статуса то есть ниже статуса директор ниже трех тысяч баллов там людей не было и вот это самое классное когда вы гуляете в реально огромной толпе успешных людей этим нужно зарядиться этим поэтому не пропускайте никогда мероприятия региональные мероприятия начните хотя бы с них я начала круто я начала сразу с ассамблеи и видела как мой наставник получат чек с уровнем серебра вот как вы знаете сейчас он уже национальный директор он уже входит состав элиты он уже проводит тренинги и так далее да и крутые вебинары помогает даже рекрутировать вам мои дорогие да все вы знаете про новую фишечку что у нас есть авто вебинар на новом лендинге все умеют приглашать если не умеете обязательно пишите в личку своим директорам и директора вышлют вам видео инструкцию она всего лишь там по моему 10 минут что ли это видео инструкция и у вас появится еще один метод рекрутинга очень качественный ну что ж начнем самого главного события дорогие директора не обижайтесь на меня пожалуйста но я мама и вот это для меня конечно самое главное событие на свете когда мой ребенок получил первый свой чек на ассамблее она первый раз была на ассамблее первый раз получила чек и конечно это просто невообразимо спасибо всем за поздравления в инстаграме это просто невероятно крутые ощущения мне надо было выходить на сцену нам нужно было презентовать как вам даже сказать презентовать интернет ресурсы от компании фаберлик и вы знаете я вот не смогла собраться после этого потому что дочку как раз награждали она встала там в угол фотографии на сцене у нее нет я ее видела и мне хотелось просто выбежать на сцену обнять ее на меня не пускали да то есть говорили давай повторяй текст а я все забыла я стою реву и как раз после директоров я знаю и понимаю что там будет какая-то танцулька и мне нужно будет уже выходить говорить да там у меня речь была 5 или 7 минут вот и вы понимаете я все забыла вот такая радость была что я все забыла и я конечно с треском провалила свое выступление я читала я читала вот эти подсказки которые были и это так видно было потом на видео что я конечно в общем не смогла с собой совладать вот и в следующий раз конечно если меня будут ставить выступать на ассамблее я уже буду просить чтобы поздравление если вдруг моя дочь откроет новый статус ставили подальше да то есть не скакала и прыгала и очень радовалась конечно это событие для меня просто великолепное ну что ж поехали с вами дальше второе самое главное для меня события это конечно встреча с моими любимыми дубягами дубяги дубяга в общем дубяга не склоняется как говорит саша на оля говорит что эта фамилия все-таки склоняется в общем любимые мои дубяги не обижайтесь на меня да это мое второе такое вот вы знаете это оля это олечка привет ты на вебинаре оля это тот человек который подхватывал меня в сложные моменты и ей я благодарна вдвойне и вот это наверное вот еще дашенька пофельчок да у меня вот такой директор классный клевый крутой и серебряный директор в открытом статусе серебра и вот олечка дубяга старший директор скоро на золоте ждем а вот шарубин чтоб сашей вдвоем в баре поехали и вот самое классное это то что оля вот знаете я даже не жалуюсь а она иногда чувствует да то есть когда у нас начались допустим проблемы да с младшей дочкой со здоровьем она меня так быстро подхватила что я просто даже не ожидала что наш проект поедет и пойдет дальше без меня как бы да знаете я брала тайм-аут практически два месяца вот и оля меня так круто заменила что даже вот знаете нет слов и конечно все поездки куда-то я уезжаю я всегда спрашиваю в чате девочки кто меня сможет подменить оля всегда в первых рядах всегда пишет я сделаю я проведу да то есть я понимала что когда мы уезжаем я боялась что в турции будет плохой интернет я боялась что я не смогу провести поздравления по выпускникам активного роста по вконтакту они по вконтакту а по одноклассникам да как раз мы уезжали я так переживала что мне не получится и я в чат отписалась говорю девчонки в час ночи говорю боже мой говорю я боюсь говорю брать на себя такую ответственность друг не будет да оля сразу это я да то есть мы приехали оля приехала раньше нас пока мы сочи добрались пока то все вот я смотрю оля уже сошлепала поздравительный вебинар для людей в контакте кто да для выпускников в контакте поздравила новые статусы и это тоже очень такое очень такой классный да человек очень классная семейная пара и вот вы понимаете когда я первый раз увидела в сочи я немножко опешила стояла смотрела потом конечно же мы побежали обниматься и вот этот человек со мной да на протяжении уже трех лет в проекте да грубо говоря без нее мне было бы очень сложно и она мы с ней то есть ни разу не виделись вообще вживую никогда никогда и это была вот наша первая с ней встреча представляете вот вот говорят что бизнеса на расстоянии не бывает да то есть ой там да как менеджеры пункта выдачи говорят как бы вот как даже вам сказать да как менеджер пункта выдачи говорит ну вы там зарегистрировались да там у человека с украины да вы с россией да что вам этот человек чем поможет так вот я верю в любовь на расстоянии я верю в бизнес на расстоянии я могу это доказать да потому что у нас в команде есть директора с кыргызстана с таджикистана с украины скоро в молдове откроется вот еще один директор который сейчас написал круто слово слово в чат да это кстати олина подопечная да оль вика ждем тебя в тунисе дорогая моя вот и конечно же вот это все вы просто не представляете как оно было вот эти вот эта встреча она для меня была очень значимой я если честно и поревела потом и все и но мы очень мало пообщались оль я хочу еще я хочу еще потому что ты наше солнце мамочка нашего проекта всегда все успевает мама в декрете оля росла и работала всю беременность все роды и точно так же как дашенька пахельчук вот у меня теперь еще есть мечта с дашей пахельчук очень встретиться потому что дашу я тоже очень люблю и у нас не тоже любовь на расстоянии вот даша живет в сибири и если честно мы с ней тоже ни разу не виделись ну что ж как вы поняли мы приехали раньше всех в сочи и успели познакомиться покупаться в живописном сочи пока не подъехала наша вся команда где мы были да как обычно стандартный набор да что знали друг друга всю жизнь это точно оль да в точку да вика очень тебя ждем очень ждем и на ассамблее и в тунисе вот ждем и ну хотелось бы и в италию тебя свозить поэтому да насколько а насколько обидцы хватит но тунис минимально ну что ж мы увидели да мы увидели очень классный пляж лазурная вода подходишь там она прям зеленая такая лазурная классная водичка а это порт очень красивый с кучей кучей кораблей оль ты в такой красоте жила и с такой красоты переехала это вообще оля дубяга в сочи много лет жила и потом переехала вот в краснодар далее значит детский парк развлечений очень такой крупный здоровый просто неимоверный мы были на фонтанах которые бьют 25 метров в высоту все вы наверное видели наши видео и не видели обязательно в инстаграме посмотрите да также конечно мы побывали на всех дискотеках там очень много всяких тусников если честно обошли все рестораны такие крутые классные рестораны если дорогие и недорогие их очень хорошие столовые так далее и так далее очень много гуляли по торговым центрам для нас было открытие в сочи торговый центр мандарин над открытым небом нам там очень понравилось красиво живописно кругом одни пальмочки да то есть и когда выходишь из мандарина на берег там огромный нескончаемый просто пляж и там таки мы увидели первый раз жизни я муж и катя первый раз жизни увидели вы даже не представляете что как река впадает в море ни разу этого не видели и вот тут прямо мы смотрим я говорю слушай как быстро течет речка говорю прямо мне кажется если туда встать в эту речку прямо собьет с ног да то есть и мы пошли вдоль этой речки буквально сделали ну я не знаю шагов наверное пятьдесят я смотрю а там море начинается да то есть а тут кустики как бы были мне не видно я говорю слушай тут река там море я говорю божечки ты мой я первый раз в жизни сейчас это увижу я конечно же это сняла на видео это классно да такая желтоватая речка впадает в море и как бы да такой полукруг от этой от речки еще желтоватый немножко и потом такая лазурь лазурь бесконечная начинается морская гладь было очень красиво очень классно дочке моей понравилось все тарзанки дневные вечерние ночные гулянки в общем все было классно да вот даже вот если взять вот эту фотографию представляете вот это вот так минутку так вот вот это вот тут моя дочка залезла вот на эти буквы и там сидела пока я ее фотографировала классно конечно да вот у нас с нами няня ездила Ирина зовут да вот тут мы на колесе обозрения на таком вот тут я в море делала фотосессию у нас есть такие теперь интимные фотографии крутые просто их показать ну я их уже не покажу это чисто семейное тут у меня муж с дочкой вот уже купаются каменистый пляж но камушки такие ровненькие аккуратненькие красивые не впиваются в ноги все здорово единственное что вот по груди ко мне очень сложно обратно забираться на берег и мне муж всегда вот руку подавал тут мы с по общаться все такое прочее вот и конечно же наши ночные гулянки да это мы перед рестораном фотографировать тоже было здорово тоже было классно а у коли андрейка еще поехала вместе с ним жена впервые везде и всюду не знаю устала не устала но как как бы поездок реально много вот ну и конечно когда началась съезжаться наша дорогая команда начался бизнес марафон мне не удалось побывать на бизнес марафоне потому что билеты были разобраны и я их не покупала заранее потому что у нас была предварительная примерка предварительные репетиции то есть мы три дня подряд как раз во время вот этих вот марафонов все были заняты и все ездили в красную поляну в роза хутор в роза хутор холл как то вот так называется роза холл хутор холл блин забыла напомните пожалуйста я все думала на бумажке записать себе это название думаю не запомнили все таки забыла вот да конечно тренинг начинался с николай андрейка он выступал там несколько раз и честно вам скажу что люди были в восторге и не только наша команда и девочки рассказывали как там шептались говорили всякие очень интересные вещи что вот колю послушали очень хорошо коля как обычно молодец дал много полезной информации как это все организовать это конечно классно да то есть мы начали делиться со всей компании фаберлик нашими наработками это тоже я считаю важно и любой лидер который умеет отдавать ему вернется в несколько раз больше назад вот записи я думаю что должны быть но пока дали только презентации просто фотографии да то есть презентации спикера вот посмотрим дальше потому что запись все равно должна быть у тех кто билеты покупал и мне кажется что тот кто покупал билеты все равно потом в чат поделятся да вот коля на какой аудитории у нас выступал да не только для нашей дорогой команды но вот на такую огромную аудиторию да как видите все сидят снимают его записывают вот говорили что не будет да ну вдруг будет всякое бывает а вот дальше конечно опять мой наставник ну я его просто уже как брат и люблю ну и конечно когда мы были на репетиции вот нас там продержали 11 часов на репетиции вот да и конечно мы все видели заранее что будет как будет какие будут танцы боже мой как как мне понравилось как меня разрывало все это рассказать но я не имела права когда мы туда зашли перед репетиции все было строго сразу сказали телефону только звонить и все так опять ко мне алиса пристала вот значит и самое что интересно вот такой слайд валя щенникова скинула в чат антон да такой слайд валя щенникова скинула в чат активных директоров и тут конечно вот знаете вот это все да что нужно прочитать и знать о вашем лидере да то есть просто вот вот этот слайд вальс спасибо тебе огромное за него я вижу то на вебинаре да то есть лидер который тянет вверх и он точно будет будущим директором да то есть это человек который задает много вопросов это факт участвует в жизни команды проявляет инициативу выполняет задание обучается с желанием и создает команду то есть рекрутить каждый день да то есть это очень важно для нас каждый день минимально 300 человек охвата для сильных лидеров можно и полторы две тысячи сделать охвата если конечно вы работаете там промо флуа ркабот и так далее то конечно две тысячи минимально потому что робот он собирает всех подряд даже если вы туда вставляете нормальные стоп слова все равно может нас отбирать не того в инстаграме были эти слайды да даша я их сразу в этот же день выставила в инстаграм вот я знала все речи всех спикеров я все это прослушала потому что была самая последняя и конечно в час ночи в 12 ночи то есть мне речь поменяли текст новый да то есть и как бы получается после награждения директоров я уже выхожу я не смогла вот заучить этот текст прям тетелька в тетельку но я его могла как бы сконструировать ну вот когда дочку награждали я конечно расчувствовалась разревелась там распрыгалась за кулисами и все и вот так вот и вышло далее конечно очень важно понимать и не быть таким человеком и себя проанализировать пожалуйста при просто вот чисто себя проанализируйте и никогда не делайте того что тут написано лидер который тянет вниз или иждивенец да это человек который вечно недоволен постоянно жалуется не вкладывает в команду только требует ждет помощи плохо отзывается о наставнике работает периодически и не применяет новое ваш наставник не обязан вам в личку пересказывать все материалы всех вебинарах да то есть и допустим у директора в команде от 500 до 2500 человек от до в среднем как бы до тысячи полторы и вы представьте такого директора который каждому будет звонить и говорит сегодня проходил вебинар на такую-то тему вот это вот это вот то вот то ты это знаешь да то есть это невозможно это нереально и когда вы дорогие новички сейчас обращаясь к вам станете директорами вы поймете своих директоров что их нужно хвалить и о да им петь сколько много они оказывается на самом деле делают для проекта некоторые делают даже в 50 раз больше чем могут и это действительно факт да вот сейчас девчонки да грубо говоря которые вот организовывали марафоны да позже вам в конце скажу кто там будет знаю что предводитель танюша рябинина да золотой директор который за 8 каталогов открыла статус золотого директора да то есть стоит туда записаться стоит выполнить все требования и стоит пойти и обучиться вот о чем хочется еще сказать это то что наша сила как раз таки в том что если директор что-то скинул чат просто написать боже мой как классно я вот это делаю я вот это знаю мне это помогло хотя бы ваше мнение о чем то да то есть конечно быть вечно недовольными постоянно жаловаться это звать свыше к себе проблемы да неважно кто-то говорит ой у меня всю жизнь нет денег да то есть ой мне не на что позвонить там нет денег на телефоне и у вас их никогда не будет если вы не измените свое мышление да то есть что вы зовете то к вам и приходит если вам кажется что ваш наставник с вами плохо работает может быть плохо зовет на вебинары или еще что то да то вы поймите что у нас общее обучение такое что наставник вам в априори не нужен вообще понимаете даже если не общайтесь наставником если вам он не нравится но и не надо о нем плохо отзываться и очень часто бывают такие случаи в частности со мной да когда получается так что мои новички мои там топ лидеры еще что-то бегут директорам а кто проводит вебинар и начинает лично жаловаться они кононова со мной не работает директора мне это дело все передает и я просто понимаете порой бываю в шоке я захожу я ищу этого человека везде ватсап вайбер телеграм вконтакте в одноклассниках в сообществе да то есть фейсбук еще проверю да то есть я проверяю сейчас человека который на меня жалуется по 7 каналов он нигде мне не написал ни слова да потом я провели регистрировал сейчас это возможно посмотреть но как бы только те кто регистрирует из личного кабинета я смотрю что это уже идет ответвление этот человек не в моей ветке да то есть человек пишет что меня зарегала они конного и она со мной не работает на самом деле они конного было просто директором этой структуры в которую ее привел новичок как я могу предугадать что у кого в голове не получается если мне вы это не напишите да если вы не напишите это грубо говоря своим директорам как директора это все предугадают и поэтому когда человек плохо отзывается наставник это говорит о том что на человек просто не может найти своего директора и написать ему что ему не получается человек не может открыть чат задать там вопрос, да, человек просто сидит и считает, что ему обязаны все сделать, обязаны выстроить структуру, обязаны это, обязаны то, все обязаны, обязаны ему индивидуально там его проводить, индивидуальные беседы и все такое прочее. Так вот, вы знаете, я на данный момент индивидуальные беседы очень часто провожу с директорами, да, и очень часто провожу там с лидерами там 9, 6, 12 процентов, потому что у них вот действительно крутые иногда проблемы возникают, да, то у них найдется перерегистрация в структуре, я им звоню, показываю, куда пожаловаться, где удалить, да, человека, потому что это нельзя по кодексу компании, да, то у них вот где-то куда-то какое-то пошло ответвление, когда они строят веточку, да, строят веточку и вдруг они не туда зарегистрировали человека, да, то есть как перевести, да, то есть вот это вот все обязательно нужно понимать, что, допустим, у вашего директора полно топ-лидеров, если вам не отвечает ваш наставник, пишите вашему директору, директор, он просто не откажет вам, и настоящий директор, он даже если не знает ответа на вопрос, он не скажет, он иди в тот чат спроси, да, он сам зайдет в чат, сам спросит и сам передаст ответ этому человеку, да, то есть вот в этом плане тоже учитесь становиться лидерами сами и учитесь решать свои вопросы сами, проект вам дает все, но если, допустим, у кого-то индивидуально не получилось подключить тот же самый лендинг, чтобы выйти на авторекрутинг и работать абсолютно полностью без спама, да, как все же его боятся сейчас, да, хотя я считаю, что это лучший метод работы и главное, чтобы он умным был, да, вы сами понимаете, не так, чтобы рвет пошли, да, фаберлик, а нормальный, нормальный рекрутинг, хороший, с качественным контентом, с хорошей наполненной страничкой, с крутой, да, вот тогда к вам люди пойдут, и тут еще проблема у многих людей, вот, многих иждивенцев в том, что они действительно, им дается все, но, помогите мне подобрать это слово, да, то есть до такой степени проект в оберлик онлайн, плюс компания делает за лидеров все, что они сидят вот так вот и ждут, чем их удивят, что им сделают, ну пойди ты, разошли лучше 10 дружб, да, вспомни, как это работать каждый день, как это созваниваться каждый день с новичками и так далее, и так далее, как запускать новичка в работу, вот, ну что ж, мои такие вам советы, обязательно задавайте много вопросов, участвуйте в жизни команды, проявляйте инициативу, выполняйте задания, обучайтесь желаниям и создавайте команды, и успех не заставит вас ждать, и больше от этого пункта никуда не отходите, ну конечно, когда начали уже встречаться наши лидеры, это почти что ежедневные, даже не почти что, а ежедневные были какие-то фотосессии, все это было вечером, по ресторанам, еще, 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 и это просто незабываемо, столько новых людей, столько новых впечатлений, столько классных, позитивных девчонок к нам приехало, и вот вы понимаете, я поняла, что нас самое главное объединяет, это то, что мы действительно один за всех и все за одного, вот, да, я надеюсь, что судьбоносная была, да, то есть, очень приятно было познакомиться, конечно же, с девочками Вали Щенниковой, в частности, со спикером по продуктовым вебинарам Вали Яломской, вот вы знаете, как она ведет вебинары, вот какая она есть, она такая и в жизни, улыбчивая, очень такая, чувствительная, очень такая, нежная, ласковая, такая, классная, да, вот, мы с ней, конечно, немножко пообщались, вот, Настенька, ты, по-моему, не получала, ты, по-моему, открывала директора, но еще не получила же 55 тысяч, давай расти, расти, да, было там очень классно, вот, Юля не получала премию, ну, Юля проще всех будет вырасти, поэтому Юля дерзай, ну, тут, конечно, девчонки прикалывались, фоткались, они гуляли по Сочи, фотосессия, на самом деле, фотосессия просто огромная, там, вам, честное слово, тысячи фотографий, поэтому зайдите в этот чат, все-таки, да, и все-таки посмотрите фотографии, чтобы просто их полистать, да, это вам кажется, что мы такие, там, крутые, серьезные директора, там, с премиями от 55 тысяч и выше, но на самом деле мы тоже дети, и нам тоже хочется отдыха, позитива и чего-то классного, нам тоже хочется море, солнышко, камушков море покидать и так далее, да, честное слово, мы обычные люди, вот, да, это все еще девчонки у нас фотографируются, да, как бы там фотозон, если погулять по Сочи, было огромное количество, ну, и, конечно, наша дорогая ассамблея, ассамблея меня, конечно, очень впечатлила, в этот раз она была, как вам даже сказать, намного ярче, намного позитивнее, намного впечатлительнее, да, то есть, и, конечно, тут у меня состоялось вот это вот, два главных события, именно связанные с ассамблеей, даже три главных события, это, конечно же, подарок лично из рук Алексея Геннадьевича Нечаева прямо на сцене, это, ну, вы не представляете, как это, и я до сих пор, вот, когда я вспоминаю, как Алексей Геннадьевич стоял со мной рядом, мне, для меня это огромная честь, я думаю, неужели я такое, вот такое заслужила, вот я такое заработала, что вот так, такая честь для меня, да, это, ну, в общем, всем желаю постепенно, со временем испытать эти ощущения, потому что они невероятные, вот. Далее, значит, конечно, было очень много танцев. Второе фото, второе фото, да, это были, это зал, фотографировали, зал был тоже классный, презентации колготок были, да, презентации одежды, вот это весь наш зал, да, и вы представляете, у элиты Фаберлик была отдельная кабинка там наверху, и вот самое классное, что вот эта вот отдельная кабинка там наверху, там в изобилии были компоты, чай, соки, это все пополнялось, вот такая огромная-огромная такой длинный стол, ну, я не знаю, сколько метров, весь усыпанный тарелками, на этих тарелках там были груды пирожков, да, я не знала про это, мы сидели, мы с утра не успели позавтракать, жена Инна Уколи, мы с ней сидели вместе наверху на местах для элиты Фаберлик, и она говорит, я как есть хочу, я говорю, я тоже есть хочу, Антон говорит, блин, я тоже хочу есть, и вдруг я смотрю туда элита заходит, заходит в эту кабинку, выходит, улыбается, обратно заходит, думаю, что же это такое, я туда зашла, а там, ба, целый рай для голодных людей, да, то есть мы, конечно, там были, и в этой кабинке практически весь форум просидел Алексей Геннадьевич, он такой простой, классный человек, но с железной хваткой бизнесмена, это, конечно, все видно, как вы видите, к нам также приезжала на форум Елена Летуча, что тоже классно, вот, у нас были очень крутые ведущие, один из ведущих, кстати, один из ведущих, мужчина, ну, он тут, получается, он тут не это, спиной стоит, да, но на фотографиях вы можете увидеть такой мужчина в очках симпатичный, да, он нам проводил очень классный, да, для спикеров ассамблеи, очень классный, мотивационный урок на почти что полтора часа, как себя вести на сцене, как стоять, как себя держать, в общем, все до самых мелочей, это, ой, это просто не описать, да, то есть компания Фаберлик не просто нас выпнула на сцену, она для нас наняла крутого оратора, который проводил в итоге все ассамблеи Фаберлик, и вот эта вот ассамблея Фаберлик, благодаря ему, она прям и была действительно классной, действительно суперской. Ну, что ж, встречаем наших звезд, которые получили чеки на сцене, я им очень горжусь, не хватает пятой звездочки, это, конечно же, моей Катюше, но Катюше, вот, к сожалению, только вот я такой чек вначале показала, вот, значит, давайте будем смотреть, первая в зеленом платьишке, это Наталья Прокопьева, вторая Ириночка Маляренко, третья это Наталья Анисимова, поздравляем, поздравляем, вы представьте, вы хотите, чтобы ваши наставники в следующий раз ревели от счастья, потому что вас на этой сцене награждает, поздравляем, наши дорогие, и, конечно же, наш быстрый старт Галя Черкасова, да, в цветастом платье, это круто, это дорого стоит, это просто, вы, вот, стояли вот с Колей, да, я стояла за ширмой, конечно же, прыгала из-за того, что дочку награждали, из-за того, что мои директора вышли на сцену, ведь когда-то я приезжала одна посмотреть, как награждали Колю, и вот тут второй раз в Сочи, и абсолютно все по-другому, абсолютно все поменялось, всего три года работы, всего три года работы, и в любом регионе, в любой стране есть лидеры проектов и Берлик Онлайн, которые выходят на сцену, понимаете, и это, это так круто, я знаете, это восторг, да, давайте же познакомимся поближе с нашими директрисами, так, вот тут еще Танюша Распопова подходит, сейчас сделаю мышку, вот Танюша Распопова, мышку видно, поставьте мне, пожалуйста, плюсики, вот, вот вообще, ой, я прям не могу, да, наши бриллиантики, да, в открытом статусе, вот, там еще монголы сзади были, монголов очень много, страна прям процветает, да, давайте же отдельно поздравим Танюшу Прокопьеву, ой, Наташу Прокопьеву, вот Витя, Танюшу вижу, мышку не вижу, да, то есть, Наташа Анисимова, да, я видела, кстати, фотографию, где вот я вам скидывала официальные фотографии Танюша Белич, кстати, официальные фотографии с Международной ассамблеи Фаберлик, и вот вы понимаете, там как раз вот есть тот момент, когда Наташа кто-то вручает чек на сцене, девушка какая-то, ой, обратите внимание на ее лицо, какая она довольна, какая она была там счастлива, это вот, вот тот самый неподдельный восторг, тот самый момент вручения награды, это просто неописуемый, да, да, Наташ, я уже посмотрела все фотографии, вот тут я тебя увидела, у тебя там такой взгляд, да, как будто вот, я не знаю, как будто котенку маленькому, да, вот купили там огромный там пятиэтажный дом, где он будет ползать, и он так смотрит на него, ну, господи, счастье, вот ты так же, вот как маленькая, такой взгляд у тебя там, да, вот, это Галиночка Черкасова, наш быстрый старт, поэтому гордимся ей вдвойне, из старших директоров у нас награждали Олю Созиеву, вот, подтвержденный статус старшего директора, Олечка, молодец, желаю дальше тебе роста, удачи, везения, во всем вдохновения, одна единственная у нас была старшая, так-то старших директоров много, но не все могли поехать, ну и, конечно же, тоже очень крутая встреча, первый раз я увиделась с золотым директором в нашей команде, очень самостоятельная, у нее открыт свой пункт выдачи, она задает очень редко мало вопросов, очень самостоятельная, да, и вот так вот взяла, и вот и выросла, да, уровня золотого директора. Конечно же, Наташа, поздравляем тебя, лидер, конечно же, с опытом сразу чувствуется, да, то есть, никогда от нее я не слышала, если честно, ни капли на тем, да, человек, который гордо несет свой статус, человек, который очень быстро открыла статус золота и сейчас едет даже с нами в Бали еще, вот, очень хочется поближе познакомиться. Конечно, с Наташей мы увиделись только на ассамблее, пару раз обнялись и все, понимаете, и все, и больше ничего, и потом уже все, она уехала, потому что у нее маленький грудничок, и все, и вот так вот и получилось, что мало-мало, но когда Наташа поедет в Бали, то, в Бали, простите, то я буду очень рада с ней увидеться, и там уже мы доболтаемся до сыта. Конечно же, наши дорогие рубинчики получили уже, наверное, раз третий чек, сначала на форуме, потом на ассамблее получили чек, тоже классно, тоже здорово, с уровня золотого директора дарятся золотые значки, да, то есть, они еще получили по золотому значку, по-моему, рубин это с одним бриллиантом, да, то есть, Бали, да, все, Антон, спасибо, да, то есть, вот, гордость, восторг, это, конечно, здорово. Далее, конечно, мы получили вот чек, глобус, шикарный букет цветов из рук Алексея Геннадьевича, и, конечно, вот обратите внимание вот на эту вот сумочку, а в этой сумочке специально для элиты Фаберлик были отдельные подарки, были отдельные подарки, это полностью вся линейка из трех ступеней новая от эксперта, которую представляет сейчас на данный момент наша Елена Летучая, да, которая представляла косметику для дома. Скажу честно, очень приятно, то есть, мы получили и обычный подарок, новое фитнес-печенье от Фаберлик, кстати, вкусное такое, классное, но вот, к сожалению, его дети съели так быстро, что я не успела для обзора хоть одну печеньку заныкать, вот, честное слово, не ожидала, что так быстро все съедят. Да, они сказали, вкусно, мама, дай еще, я говорю, а что вы ели? Они такие, так печенье, я говорю, божечки ты мои, я говорю, дали бы мне хоть одну пачечку на обзор, все смяли. Вот, конечно, это великолепно, а когда нам награждали чек, вызвали родителей, это идея Николая и Андрейка, наши родители вышли к нам на сцену. Я так понимаю, что сама компания Фаберлик дала нашему папе цветы, потому что цветы были прямо из одного как будто сада привезены, да, что у меня в руках, что у папы. Да, потом я папу спросила, пап тебе Фаберлик цветы дал, да, для вручения, они сказали, да. И, конечно, славьте Господи, потому что иногда бывали такие вещи, что кто-то у меня гостил, да, и заходили, когда мы снимали ролики, заходили поболтать, когда я вела вебинар, там, да, сейчас они уже понимают, да, то есть я когда вышла со сцены, когда мы уже были в номере, я им сказала, вот вы представляете, нас смотрит столько же человек, сколько вы сейчас видели со сцены. Они такие, да, я говорю, да, вот так вот у нас такие вот вебинары, да, то есть и тогда они поняли серьезность и масштаб мероприятия, да, когда им пожал там руку президент компании, да, когда мы с Антоном стояли на сцене, когда они увидели все вот это вот, и, конечно, огромное спасибо Коле за возможность все-таки доказать своим любимым, дорогим пенсионерам, что у нас серьезная работа, и действительно это не шутка, и что я сама с собой у компьютера не говорю, что я говорю с вами, мои дорогие, так ведь, вот, и спасибо огромное, вот, и, конечно же, потом у нас в перерыве была фотосессия, конечно, состав элиты Фаберлик, это уже абсолютно другие люди, к которым абсолютно по-другому относятся, сейчас не хочется мне, как вам даже сказать, у меня даже, если честно, было неудобно, неудобно, как-то вот не совсем приятно, потому что нас с одной стороны ждала команда на перерыве, чтобы сделать фотографии, с другой стороны нас Алексей Геннадьевич пригласил на обед, а мы уже пирожков наелись в випке для элиты, да, то есть и мы такие сидим, и вот и не понимаем, что делать, да, то есть обед уже на нас оплачен, обед крутой, очень красивый, суперский, да, и нам пришлось пол перерыва посидеть с Алексеем Геннадьевичем, и пол перерыва все-таки сбежать в нашей любимой дорогой команде, потому что, ну, как это мы без фотографий, да, вот, и фотографий у нас общих вместе очень мало, очень мало, потому что, ну, реально, вот, ну, не успели, не успели, потому что сначала нас пол, ну, как даже сказать, ну, наверное, треть мероприятия мы провели за кулисой, с Антоном мы выходили пять раз на сцену, и получается, что Коля Андрейка тоже два раза на сцену ходил, и получается, что мы только сядем, нас опять за кулисы, мы опять круг делаем, опять стоим за ширмой, опять наблюдаем со спины, как там кто танцует, опять только сядем, опять нас хоп, опять на сцену, и вот так вот с интервалом, там, час, полчаса мы все время за кулисами были, и получается-то, что мы не смогли сбежать вот на фотосессию для команды, тоже очень жалко, конечно, новости просто крутые, да, помимо кэшбэка, вот, вы знаете, у нас раньше была, был балл на выплату другой, по-моему, 40 рублей, что ли, ну, я сейчас вот не вспомню, Антон, ты на вебинаре, напомни, и когда подняли балл на выплату, понятно, что нужно было сделать ГУ больше, да, по баллам, 45, да, 45 раньше был, и сейчас 60, а раньше был 45, и когда подняли балл на выплату, понятно, что директор там вместо 30 стал получать 41, и так далее, и так далее, да, то есть, и люди поделились пополам, да, кто-то сказал, я упал, кто-то сказал, круто, я получила больше там, да, на 10 тысяч, да, золотые директора там на 50 тысяч могли даже больше заработать, и все такие, было дело, было дело, я вообще в шоке была, мы сходим со сцены с чеком, да, ко мне идет моя команда, я думаю, боже, мы сейчас сфоткаемся, и монголы не пустили, просто не подпустили мою команду ко мне, это я в шоке была вообще, Алексей Геннадьевич уже начинает свою речь, а я не могу уйти, меня монголы реально захватили, это было очень интересно, мне было так неудобно, они со мной фокусы, и там же Алексей Геннадьевич дает речь, да, и по идее президент компании в зале должно быть уже тишина, да, он выступает, да, там всего какие-то там жалкие 20 минут, это очень мало времени, так ведь ему на выступление дано, и так мероприятие затянулось, и вот эти монголы, они меня, реально было нашествие, они меня не отпускают, не отпускают, ну вот хоть тресни, и мне стыдно, я-то понимаю, что я как бы такое лицо компании, что я должна уважать, да, вся элита компании Фаберлик просто обязана уважать руководство, тем более хозяина компании, и тут получается, что я не могу вырваться, да, мне было так, это не очень-то удобно, но вот как бы потом я уже вышла на сцену, я им пообещала, что я после того, как почествуют всю элиту, я останусь на сцене, и что они придут со мной и сфоткаются, я не знаю, что они поняли, что не поняли, потому что у них же другой язык, но я там осталась на сцене, и дождалась, и трое из них все-таки пришло сфоткаться, и, конечно, они помнили мое обещание, может быть, им кто-то перевел, может, они сами понимают, да, да-да-да, когда даже на пляже просто вот хватали за руку и делали со мной фотографию, даже не спрашивали, может, я не хочу, может, я не накрашенная, вы представляете, на мне тон, я же светленькая, на мне тон на солнцезащитке, вся я такая блестящая от этой солнцезащитки, еще пожирнее вот эти вот места, потому что у меня не постоянно подгорает без нее, да, вот, и они меня хватит, сфоткались, я удали, удали, говорю, это фото, они, ну, это вроде чего, нет, и дальше пошли, я думаю, божечки, ты мне его бы хоть спросили, можно ли, да, все-таки хочется как-то улыбнуться, успеть, а тут я, знаете, они так за руку берут, начинают меня фотографировать, и я так, и все, и вот такой вот вид у меня, как будто я не знаю, что у меня, а им лишь бы фото, да, а я ведь там сейчас у них по их соцсетям наверняка пошла вот с таким лицом, да, а мне же не хочется, в общем, узнают люди, конечно, с одной стороны, это приятно, с другой стороны, хоть в Панаме с Паранжой ходи, чтобы отдохнуть спокойно, да, вот, это вообще, да, но самое неудобное это было, когда я понимала, что я должна дать спокойно сказать Алексею Геннадьевичу, и он на меня уже многозначительные взгляды как бы посылал, а я не могу уйти, они просто меня держат за руки, с одной стороны, с другой стороны, и им надо всем сфоткаться, ни жить, ни быть, в общем, ситуация была, конечно, не из легких у меня там, ой, вообще, да, и давайте же с вами дальше, посмеялись и хватит, я надеюсь, что в следующем году все будет легче и проще, лучше, ну, с одной стороны, да, это тоже, конечно, плюс, что знают, но с другой стороны, конечно, тяжело, если честно скажу, что тяжело, хочется побыть со своей командой, чтобы никто как бы меня не трогал, одно дело, вот, россияне, да, но все, кто русскоговорящий подходили, здравствуйте, Аня, можно ли с вами сфоткаться, да, пожалуйста, пожалуйста, ну, вот, когда вот так за руку хватает, и вот, знаете, вот, как папарацци какие-то, да, где бы вы ни были, да, и идешь ты ночью с дискотеки, да, к примеру, там, в свой номер, и ты знаешь, что еще твоя даже команда не подъехала, а они уже хватают, фоткают, ну, ё-моё, да, то есть были всякие случаи, очень, конечно, да, впечатляет такое отношение, вот, и я потом уже на пляж пошла и так вот панаму себе сделала, вот так вот, и не так вот, да, как положено, да, а вот так вот наклонила, чтобы меня никто не видел, и в тот день ко мне, правда, никто не подходил, слава богу, вот, я уже думала, все, я сейчас пойду куплю купальник, не фаберлик, чтобы на меня точно внимания никто не обращал, потому что под конец, когда уже все лежали на пляже, на пляже, извините, то там очень много девчонок было в наших купальничках от фаберлик, даже тройня фотографировалась, разные фигурки, разный рост, но в одном и том же купальнике тоже смотрелось классно, а все наши тоже были в этих же купальниках, практически все от фаберлик, и это, конечно, здорово, приятно, надо было, кстати, фотосессию сделать, да, а я все скрывалась, вот, ну, что ж, из новинок нас ждет, конечно, очень много, на ассамблее очень много рассказали про новинки, вот, и, конечно, самое классное, это будет год свиньи, кстати, мой год, я думаю, что мне повезет, это пледы, подушки у нас с вами будут, свинки, магнитики, новые сувенирчики, да, то есть у нас будет огромный набор посуды, посуды будет просто невероятно много, опять-таки, елочные шарики ручной работы будут, будут свечки очень красивые, да, ну, в общем, что подарить своей команде, будет все, и будет очень красиво, да, вот, смотрите, какие чайнички, кружечки, у меня еще есть чайничек вот от Ахмадулина и Алены, вот, и твой год, да, ну, мы с тобой две кружки, получается, да, здорово, да, и солонки, перечницы, все, расскажите о баллах, пожалуйста, вроде не договорили, а, а, вот, баллы, баллы, прошу прощения, Даш, да, то есть, и, а, нет, я договорила, я говорила, что когда был перерасчет баллов в 2014 году давным-давно, да, кто-то был очень недоволен этим, а кто-то сказал, вау, мне платят намного больше, и вот то же самое нас ждет сейчас с кэшбэком, поэтому нам надо с вами активно усилиться на рекрутинг, обязательно, чем больше мы сейчас рекрутируем, тем меньше у нас с вами будет недовольняк, да, и вы это должны понимать, вот, вот такая вот крутая посуда, да, 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 Дашенька, вот это я имела в виду, формы всякие для выпечек и для всего такого прочего, в общем, ассортимент просто здоровый, мне это все удалось подержать в руках, и вот, конечно же, такая вот акция, все ли про нее знают, поставьте плюс-минус, говорит ли мне про нее, вот, потому что дается светящийся поднос и два бокала за рекрутинг, который называется нон-стоп в компании 14, 15, 16, все знают, да, все до своих команд это все донесли, ну, давайте все-таки скажу, личный оборот условия, да, в каталоге 14, 15, 16, это 25 баллов минимально, и 5 новичков в первой линии, которые выполнят второй шаг суммарно стартовой программы за 3 периода, то есть, допустим, в одном периоде у вас может быть 1 новичок, во втором 2, в третьем 3, да, то есть самое главное, чтобы за 3 каталога, за 3 каталога у вас было в первой линии 5 новичков, которые делают, сделают два шага стартовой программы, первый и второй, ну, обычно, как практика показывает, тот, кто делает второй шаг стартовой программы, идет полгода по подаркам, да, то есть самое главное, донести эту программу, перемешать ее с акцией Фаберлип Клуб. Огромное количество фотозон, Оля Дубяка тут, как вы видите, выцепила вот таких вот здоровых кукол, да, это куклы живые, знаете, на этих на штуках ходили, деревянных, как они ходули или как они называются, да, и что меня удивило, это то, что компания Фаберлип не зря назвала свою ассамблею цифровая перезагрузка. Нас ждет огромное количество качественных изменений именно в компании Фаберлип, и я считаю, что нужно будет очень даже плотно к ним прислушаться, потому что научить плохому они уже точно не смогут, потому что я просматривала пару платных курсов, там были курсы для руководителей, да, я, Танюша Лебедева мне помогла, по просьбе записала, вводящий курс для новичков, говорят, реально дело, реально классные вещи, классные фишки рассказывают, и, конечно, очень приятно, что компания Фаберлип начала обучать намного качественнее. И вот когда мне пишут в личку, да, люди не с наших структур, говорят, нас не обучают, я сейчас могу с уверенностью сказать, что я вам не верю, потому что компания Фаберлип действительно берет информацию у растущих лидеров, действительно берет хороших спикеров, и действительно проводит очень даже стоящие курсы на вес золота, которые стоят всего лишь там, ну вот если взять пример России, то 200 рублей, это копейки. И за эти копейки не сходить на обучающий курс, это просто смешно, да, и говорить, что там меня не обучают, это тоже просто смешно. Да, то есть, смотрите, будет, что у нас структура обучения, да, это создание обучающей платформы будет целой, с экзаменами и наградами для лучших студентов, создание гайдов для работы в социальных сетях, анализ лучших практик и создание на их основе кейсов. Курсы по работе с трафиком будут, по работе с трафиком курсы, то есть, вы можете смотреть, что вы запостили лучше, что вы запостили хуже, где идет лучше, аудитория на какие посты и так далее, да, то есть, создание телеграм-канала, ну, это мы с вами уже умеем, да, и обучение лидеров по работе через интернет. Второе, что меня очень сильно впечатлило, кстати, Оля Дубяга, спасибо за фото, это все с твоего фотоаппарата сделано, я думаю, ты уже знаешь, да, то, что нам рассказали, какие будут первые шаги стартовой программы в 15-м, 16-м каталоге, в 17-м и в 18-м. Все мы с вами знаем, что у нас идет в 16-м каталоге стартует кэшбэк, и вы посмотрите, какой крутой подарок, вы просто посмотрите на подарок. Это огромный выбор парфюмерных, вот, ну, круто же, вообще круто, это очень крутая поддержка кэшбэк, когда человек сможет выбрать любой аромат на выбор, да, вот так мы будем с вами кэшбэк встречать, да, вот так у нас с вами сладко и вкусно пройдет перестройка. Вот, далее, значит, новости, какие у нас, да, значит, вы знаете, что кэшбэк запустится, 16-й каталог, Россия, Белоруссия, на Украине уже идет тестинг, и Казахстан, да, то есть, вот таким вот образом. идет любая прическа и рыженькая, да, Оля любит меняться, самое главное, что внутри она очень хороший человек, вот, далее у вас будет, конечно, очень прикольно, у кого есть, слушай, Алиса, да, в Яндекс.Браузере, не включайся, пожалуйста, да, то есть, это такой виртуальный голосовой помощник, то вы можете воспользоваться и сказать, как эта фраза-то называется, помощник Фаберлик, да, то есть, когда вы скажете помощник Фаберлик, то вам выйдет в Алисе отдельное окно помощника Фаберлик, вот, Алиса, закройся, пожалуйста, вот, и, и получается, вы сможете там задавать вопросы даже с телефона, даже с компьютера, то есть, где у вас будет Алиса установлена. Тоже очень прикольная новость, очень классная новость, кстати, вот я только сказала, да, и она мне сразу открылась, вот, далее, значит, что у нас идут, это бесплатные обучающие курсы, бесплатные, да, то есть, уже даже не за 200 рублей, а вообще будут бесплатные, это как начать зарабатывать через интернет, я сама их буду проходить, я вам честно скажу, как рекрутировать и продавать через социальные сети, эффективные рекламные инструменты в социальных сетях, дата релиза 15 ноября, вот, 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 уже скоро на днях оно все это начнется, у нас уже с вами октябрь, поэтому имейте в виду, я считаю, что можно посетить все бесплатные вебинары от компании, сделать как можно больше записей, у кого лучше получится, и пройти этот курс, может быть, мы с вами возьмем не все, но мне кажется, что курс надо пройти, курс надо записать и все полезные фишки для проекта брать и впитывать, потому что компания Фиберлик, она вообще, да, то есть, давайте мы тебя обучим, ты у нас получишь премию, да, 165 тысяч, и поедешь в Италию, ну, это мы позже, да, с вами про это, получи премию, поедь в Италию, ну, мы, и мы еще научим бесплатно, как тебя расти и развиваться, ну, вообще, обалдеть, такие условия, что давайте с вами будем не иждивенцами, да, как говорится, а лидерами, которые тянут вверх своих наставников и своих команды, вот это самые разные, как раньше были тесты на вип-статус для регистрации компании, только теперь новые и современные, ну, надеюсь, что это не это будет. Далее у нас с вами 15 октября уже на днях стартует конструктор контента, что это такое, конструктор контента, да, то есть, там будут вам даваться готовые конки, шрифты, фоны, то есть, вы сможете делать суперское, да, то есть, вот смотрите, тут ссылочка faberlic.com.photobank, и там вы можете сами создавать какие-то, какие-либо фотографии, как только он появится, ой, ну, я уверена, что Оля Дубяга самая первая скинет видео про фотобанк, я даже и не претендую, да, то есть, вот, будет скоро такая вот новость, запоминайте ссылочку faberlic.com.photobank, вот, а далее, значит, качественное, да, компания faberlic создает нам возможность делать качественные фотографии, да, то есть, компания faberlic за то, чтобы вы не постили размазанное фото, там еще что-то, да, то есть, она хочет, чтобы вы faberlic и компанию faberlic преподносили достойно, да, вы понимаете, что это сейчас намек на то, что компания faberlic разрослась, и люди появляются разные, и, конечно, к женщине, да, там, извините меня какой-нибудь лохматый в трико, да, в потяну этой, там, футболке, с размазанной, там, фотографией, нечеткой, конечно же, никто к ней не пойдет регистрироваться, а пойдут регистрироваться к тому, кто нормально выглядит, да, сидит в каком-нибудь кафе, в ресторане, с ноутбуком, там, с чеками на сцене, да, можно не свои чеки выставлять, вот это канал по фотографиям, который я вам дала, никто, кто делится фотографиями, никто не будет против, если вы будете постить людей с чеками, даже если не себя, ничего страшного в этом нет абсолютно, ваш успех, это наш успех, наш успех, ваш успех, у нас с вами все общее, берите, поститесь, наполняйте качественным контент планом, пока еще компания faberlic не создала вам крутую конкуренцию, вы представляете, если faberlic как учит всех консультантов, постить так, как мы вас учим постить, у вас будет действительно очень сильная конкуренция, поэтому рекрутируйте, успевайте набирать свои команды, это действительно факт, да, экономия времени, красивый контент будет готов, вот, поэтому ждем с вами faberlic.com, фотобанк, далее поехали, давай листайся, значит, далее у нас с вами будет происходить интерграция в популярное приложение ВКонтакте, мои гости, да, то есть, что это такое, да, где можно оценивать фото других пользователей и продвигать свой аккаунт, вы будете лайкать, да, то есть, и тут посмотрите, да, то есть, поставить на аватар, да, далее, значит, применить эффект блёр, да, то есть, человек загружает свою фотографию, вы там можете лайкать, что-то делать, тут же у вас будет конструктор, где, допустим, можно применить эффект блёр, и вот это вот всё вместе, это тоже круто, это интересно, это мега классно, да, то есть, ждем, конечно, новостей, да, то релиза ещё вот не сообщили наверняка, вот, далее это уже фотографии девчонок, да, помимо того, что нам подарили вот такую вот крутую большую программу 3 ступени, я её привезла домой, хочу начать уже пользоваться, но у меня ещё не допользована, ну вот забыла, платину, платину у меня ещё пока, да, то есть, я его сейчас до расходу и как раз начну эксперт, вот, да, это подарки, которые дарили нашим консультантам на ассамблее Фаберлик, да, то есть, это фото Галии Черкасовой, Галюш, спасибо за фото, я вот что-то не догадалась сфотографировать, но Галя молодец, каждому выдали бейджик, очень суперский, кстати, глянцевый такой блеск для губ, выдали блеск для губ, матовый металлик, я вообще была в шоке, это такой неописуемый красивый цвет, кто не смотрел обзор, пожалуйста, можете посмотреть, я снимала этот обзор, по-моему, выложила на канал по обзорам, вот, далее, значит, подарили очень классную новую парфюмерную воду, она понравилась, никто не сказал, фу, у нас, да, то есть, мы после ассамблеи с командой долго еще сидели, часов до трех ночи, болтали о том, о сем, и всем начали обсуждать подарки, всем парфюмерная эта вода понравилась, вот, верьте, не верьте, хотя бы пробник возьмите, попробуйте, мне кажется, вам понравилось, и свекровь тут ко мне приезжала в гости, да, у нее там маникюр, один накоточек отпал, она делала маникюр, говорит, Аня, ну, такая вода безумно вкусная, я не могу, я не могу, у меня уже полфлакона нет, я говорю, мама, Бога ради, за неделю полфлакона, говорю, ты куда его вылила, а я, говорит, и по квартире набрызгала, и подушку свою набрызгала, в общем, очень хороший аромат, ой, ну, вообще, как бы, да, ну, вот в таком вот пакетике привезли, тоже, как бы, очень классные подарки, ну, второй, конечно, не второй уже, не знаю, который по счету, да, подарили мне вот такое вот платье, его, его сшил мне Бурматиков, вот вспомнила, Андрей Бурматиков, это фэшн-директор компании Фаберлик, так, как называется Виолетт, что ли эта вода называется, сейчас скажу, вода просто, прошу прощения, но все-таки хочется мне вам показать эту водичку, если я ее найду сейчас, так, вот такая вот водичка, называется она Виолетт, артикул 3036, я не знаю, по-моему, ее пока еще нет в продаже, но запишите себе этот артикул, водичка просто суперская, очень понравилась, классный такой аромат, и не приторный, и не свежий, он такой прямо насыщенный, ягодный, ягодно-фруктовый, да, Виолетт, боже мой, я не знаю, как это описать, эту воду, но она мне очень понравилась, значит, давайте дальше смотреть, да, вот такое платье мне подарил Бурматиков, вот все, что блестит, это пайетки, миллион пайеток, да, женские, Анюта, миллион пайеток, реально миллион пайеток, вот, и туфли, сумочку, все, что я с собой брала, мне пришлось ехать покупать новые вещи в торговый центр, потому что мне не было подходящей ни обуви, ни сумочки, поэтому все, мы ездили, искали, вот как раз вот этот апельсин, платье шикарное сначала, оно мне не понравилось, потом я в него, конечно же, влюбилась, и на сцене оно смотрелось круто, и я была очень оригинальна, вот, знаете, я очень сильно подходила и вписывалась к названию ассамблеи, да, цифровая перезагрузка, прям в тему, прям в тему, прям вот, классно, да, мне очень понравилось, второй подарок, это, ой, не второй уже, простите, следующий подарок, это у нас с вами получается, так, минутку, вот, значит, это платье от Андрея Бурматикова, фэшн-директор Фаберли, да, то есть, подарил, сшил, мы приезжали на примерку, вот, за три дня до начала ассамблеи тоже было очень приятно, и, также, вот такой вот значок, это золото, 585 проба, и идет вставка два бриллианта, он довольно так и тяжеленький, масса тут, ну, как вы видите, 6 грамм, очень приятный такой подарок, крутой, мало того, что дали премию полтора миллиона, да, вы сами понимаете, еще и такое вот, и такое вот, и такое вот, и прическу сделали нам, и макияж-то нам сделали, да, то есть, всех нас обслужили, и, как, не знаю, как королев каких-то, я там ходила уже, я была в шоке, да, то есть, прическа, макияж тоже были от компании Фаберлик в вип-гримерке, да, это, в общем, это сказка какая-то, если честно, далее смотрим с вами такой вот глобус, и обратите внимание, у него так, я его уже к Катюшке в комнату унесла, она мне его попросила, вот эта вот линия, вот тут вот я черную веду, он тут наклеен стразами Шваровски, или как они там называются, Сваровски, да, и еще пакетик стразиков в таком красном, это мне дали, и сказали, как только ты откроешь еще одну страну, наклей туда, то есть, они мне наклеили на все страны, где есть наша структура, и когда мы крутим шар, мы понимаем, что тут нас нет, тут нас нет, и места для раздолья очень много, да, то есть, пора учить все языки мира, вот. Вот, да, вот такой, он тяжелый, дорогой, подставка идет там, такое дерево, вот этот, сам корпус, он был железный, конечно же, нам очень классно презентовали поездку драгоценных директоров в Бари, в 2019 году в Италию, это следующая поездка, кандидаты все, 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 кто сидят на данном вебинаре, вы все кандидаты, и те, кто будут смотреть записи, вы тоже все кандидаты, поэтому, а вот, кстати, и сам Андрей Бурматиков, фэшн-директор, да, нечаянно тут фотки перепутала, но ничего страшного, не столь суть важна, ну, и, конечно, само мероприятие, на мероприятии было очень много красивых, классных фотозон, да, такие, как кэшбэк, кстати, вот, как директора на сцене были, да, то есть, посуду мы прям, вот, понимаете, всю посуду мы смотрели, мы смотрели все крема, кремы, мы могли нанести на руку, посмотреть, да, то есть, ну, тут понятно, что слой тонального крема и так далее, вот, поэтому на руку наносили, смотрели, как он чувствуется по коже, как впитывается, то есть, мы все это могли протестировать, всю косметику могли протестировать, там были визажисты, которые захотят, возьмут и сделают вам макияж, если вы попросите сделать макияж с новой линейкой косметики, новую линейку косметики представляет Елена Темникова, тоже классно, новая посуда, тоже суперская, очень красивая, я думаю, что она не будет дешевой, потому что это фарфор, это мега качество, это вам не просто так, вот, значит, про это я вам рассказала, также фотосессия у нас, вот Коля нас фотографировал, и мы все, кто собрались, каждый по очереди фотографировался как лидер на фоне команды, да, то есть, получились классные фото, и, наверное, если вы примените тот хештег, который я вам рекомендовала в начале вебинара, fail Sochi 2018, вы увидите много таких вот фотографий, вроде бы одинаковых, но разные люди впереди стоят. фотографируют. А это мое первое селфи со сцены, вот, да, то есть, нас всю элиту в конце вызвали на сцену, почествовать, и потом, знаете, эти штуки-то так, вот эти блестяшек-то куча, как оно, ой, конечно, не могла, это упорный труд, и после таких мероприятий даже вся усталость в утиле, и снова хочется работать, снова хочется развиваться за такое признание, вот, если бы я пахала по 18 часов в сутки, как тут я пошел на работе по найму, то у меня бы не было ничего, и я бы не путешествовала много раз в год. Вот, это селфи со сцены на фоне зала. Это мое первое селфи, это мой первый опыт, вот, это научили меня элитные директора с Дэнасом. Дэнас с нами объединился, и вот мы с ним еще познакомились на стратегической сессии в Москве с элитой. Да, жизнь изменилась сильно. Да, будет запись. Далее, значит, поехали с вами. Это фотография после ассамблеи. Опять-таки, мы не успели толком пофотографироваться, потому что всю элиту через 15 минут после окончания ассамблеи просто рассадили по крутым мерседесам и увезли на крутой, шикарный ресторан со всем руководством компании Фаберлик. То есть, там были все и Ирена Лукиянова, и Андрей Фазир-Ахманов, и Алексей Геннадьевич Нычаев со своей супругой. То есть, все были, все. И мы еще сидели там напротив. Вот, и, конечно, это тоже классно. Я думаю, вы видели фото в Инстаграме, где мы фотографировались. Ой, ну, здорово, конечно, обед был очень крутой, очень вкусный, незабываемый. Итак, скоро у нас с вами идет поездка в Бали. И, конечно, хочется похвалить наших дорогих болельцев. Их тоже награждали на сцене, но общей такой фотографии нет. На фотографии сейчас Райхана и Джахангир. Вот, едет, кто едет, уже точно едет с нами. Это золотой директор Наталья Уткина, рубиновые директора Райхана Абдурахмонова и Авлихаджаев Джахангир, национальные директора Инны и Николай Андрейко и старшие международные директора Антона. А, ну это мы. Вот, да, то есть поздравляю нас всех, нам очень приятно выиграть, но нам бы хотелось, конечно, чтобы наши любимые, дорогие команды тоже с нами поехали. Далее, следующие бесплатные поездки, которые нас с вами ждут, это, да, на Сочи жизнь не заканчивается. Смотрим вперед, Олечка, спасибо большое за поздравление. Мы все смотрим с вами вперед, вот, и время летит, время течет, и 2019 год уже не за горами, да, октябрь, декабрь и уже январь и февраль и март, и все, и поехали, да, уже к марту осталось времени мало. Значит, смотрим с вами условия и относимся к ним очень серьезно, потому что следующие две бесплатные поездки, на которые кандидаты все, все консультанты Фаберлик, это, во-первых, от проекта, для проекта Фаберлик онлайн, это Северная Африка, Тунис, июль 2019. И вторая поездка, та уже бесплатная от компании, это Италия и Бари. Все вы, наверное, видели, что я вчера, все вы, наверное, видели, что я вчера рассылала такое фото, это я его сослепала ночью, сделала, да, для своей любимой, дорогой команды, потому что все-таки условия должны быть как на ладони. Итак, давайте с вами повторимся, потому что все, кто смотрит в записи везде и всюду, это, и потом поговорим с вами, как добиться, как добиться этого статуса, быстро и легко, потому что путь я вам тоже пропишу обязательно. Вот, на одном слайде, но он будет, да, то есть подскажу, да, где искать информацию. Значит, участники-то все, кто еще ни разу не получал квалификационный бонус за подтверждение директорства, то есть, если вы его не получали, то все, вы участник. К марту загранпаспорт у вас должен быть на руках. Если он был к середину марта, к концу марта, даже если вы выполните условия, вы не едете. Далее, для открытых директоров, да, статус 3000 баллов идет и выше, это прирост плюс 50 баллов личного оборота, плюс получить бонус до 9 периода 2018 года и не падать. То есть, итог, 12 и 13 каталог, вы тоже должны получить этот бонус обязательно. Ой, не бонус, а статус, да, то есть не упасть с него. Значит, и для лидеров, которые еще не директора, это от 0 до 19 процентов, это открыть директора до 2 каталога 2018 года, включительно, плюс с открытия квалификации директор личный оборот у вас должен составлять не менее 50 баллов, плюс получить бонус до 9 каталога 2018 года. Ну, что такое бонус, да, квалификационный бонус 55 тысяч, да, плюс не падать, не падать с этого статуса. Да, и вы можете, конечно же, взять с собой по желанию всю семью за отдельную плату по цене раннего бронирования, да, то есть вы сами знаете, что у нас Елена Зиновьева, она сотрудничает с очень хорошим турагентством, да. 2019, Светлана, 2019 Марина, просто, извините, я описалась. Да, далее с вами смотрим. Вы можете, и если у вас что-то не получится, но вы хотите ехать, вы можете обратиться к Елене Зиновьевой. Да, конечно, 2019 год, вы можете обратиться к Елене Зиновьевой, и она вам оформит вместе с нами поездку в Тунис. Пожалуйста, за ваш счет. То есть у нас нету такого принципа, что едут только те, кто выиграл, и все. Те, кто хочет ехать за свой счет, мы будем рады видеть вас. Будем рады. Настя, ты получала 55 тысяч? Премию за директора получала? Если нет, то все, ты едешь, все, ты кандидат, ты прямой кандидат на поездку. Вот. Далее, значит, бесплатно на курорт от компании. Это, конечно же, Италия, Бари, это осень 2019. Ну, что хочется сказать. Это, конечно, абсолютно другой уровень. Да, это, конечно, люкс-отели и так далее, и так далее. Это просто суперский отдых. Я вам могу сказать, это 100%. И мы будем в Бали, когда транслировать. Надеюсь, там будет нормальный интернет, в отличие от, да, в отличие от Турции. Значит, участники, все консультанты. Период квалификации уже начался. То есть, те, кто хотят ехать в Италию, в Бари, попытать свои силы на выполнение условий, то вам нужно уже начинать с каталога номер 14. То есть, уже с действующего каталога вам нужно начинать делать личный объем 100 баллов. Не забудьте, с каталога номер 14 начинается квалификация. И ЛО надо делать 100 баллов. Вот. Значит, далее условия квалификации для новых директоров, которые откроют золотой статус. Выше это получить бонус в размере 165 тысяч рублей, золотой бонус. И выше в любой расчетный период действия программы. Выполнять 100 баллов и подтвердить звание по квалификации в периоде 11 или 12. Да. Вот такое вот обычное простое условие. Условия квалификации для людей, которые хотят ехать вдвоем, которые идут на семейном контракте. И они объединились до начала квалификации. Да. То есть, во время квалификации бесполезно объединяться. Вы все равно только одни едете. Вот. До начала квалификации, если вы объединились, то тогда вам нужно сделать подтвержденного рубина. Да. То есть, подтвердить статус рубина. Значит, условия квалификации для золотых директоров и выше, которые выполнили новую квалификацию в периоде 13. То есть, получили свои 165 тысяч в 13 каталоге прямо впритык. То есть, личный оборот, конечно же, 100 баллов. И в период действия программы подтвердить звание по квалификации в периоде 11 или 11.2019 или 12.2019. Да. То есть, таким вот образом. Я думаю, все понятно. Все предельно понятно. Конечно же, очень классно, что вот такие вот программы у нас с вами переплелись с новым стартом. Быстрый старт. С новым бонусом. Почему я его называю новым? Потому что он продлен. Да. Все знают. Едут в Италию только люди, которые получили премию 165 тысяч до вот какого каталога я вам говорила. То есть, едут только золотые директора и вип-консультанты. То есть, если вы золотой директор, но не вип-консультант, то уже поехать не получится. Далее, значит, ну и конечно, что такое быстрый старт. Вот как раз у нас с вами есть квалификационные бонусы. И вы их можете все умножить на два, если, да, если вы поедете, ой, если вы пойдете в рост очень быстро. У нас с вами, знаете, что есть уже новый кандидат на быстрый старт и несколько кандидатов. У Рейхамиджа Хангира в Таджикистане тоже есть один кандидат на быстрый старт. Надеюсь, что скоро будем поздравлять. Очень надеюсь. Вот. И, конечно же, если вы достигаете статуса за 9 каталогов, за 8, вернее, за 8 каталогов и на 9 подтверждаете, то вы можете собрать очень много бонусов. Минимально это 55 тысяч, умноженное на 2. То есть, если вы не торопясь, там, к примеру, открываете статус директора и его подтверждаете, вы получаете 1 раз 55 тысяч. Чтобы получить 2 раза по 55 тысяч, вам нужно сделать это звание за 8 каталогов с момента регистрации. Каталог регистрации тоже считается. Вот. И вторые 55 тысяч вы получите, когда в следующие 9 периодов еще 6 раз подтвердите этот статус. Поэтому вы можете не только поехать в Тунис, но еще и собрать там 110 тысяч премий. Или, может быть, круче, да, кто ведь как, кто ведь на что способен, у кого какие амбиции. Итак, конечно же, мне хочется вам показать путь видения к росту. И это обязательно. Быстрый старт, так сейчас скажу, продлили до 23 сентября 2018 года. То есть, все, кто даже 23 сентября зарегистрируется, то есть, он участвует в быстром старте. То есть, вот это тоже как бы здорово. Смотрим, да, то есть, у нас с вами идет марафон по инстаграму. Он скоро у нас начнется. 15 октября. Сегодня у нас какой октября? 9 октября. То есть, конечно же, девочки Татьяна Рябинина, Екатерина Поликашина, Валентина Дмитриева, Галия Сулейманова, да, кроме Вали Дмитриевой все в Турции, кстати, были, со всеми знакомы, очень приятно. Вот, конечно же, они сейчас организовывают марафон интенсив по активному росту и приглашают всех, кто хочет научиться рекрутировать в инстаграм с результатом, конечно же, да, вот. И получается, что вы узнаете, как правильно вести свой личный бренд в инстаграм, как создавать постоянный поток трафика на свой блог, как настроить автоматический рекрутинг, как делать качественное фото и писать цепляющие посты. Вот это очень важно, наш проект по цепляющим постам, я не знаю, на каком месте. Некоторые люди, которые работают на земле, намного пишут красивее посты, чем мы интернетчики. И это, конечно, камышек в наш с вами огород, люди не готовы обучаться, люди не понимают, как это важно. Я вам хочу сказать, что развивать сейчас себя, это очень важно, и тот, кто умеет подстраиваться под перемены мира, да, то есть это мировые перемены, мы с вами ничего не можем поделать, нам просто нужно подстраиваться под изменчивый мир, успевать. Да, также мы узнаем с вами многое-многое другое, больше мотивации, больше помощи, больше фишек, больше полезной информации и требования, тут, конечно, очень крутые. Это 50 баллов личный оборот, пройдена школа новичка, один личный аккаунт в инстаграм для бренда, 25 рабочих аккаунтов, оформленных, раскрученных, чтобы у них было минимум 25 публикаций и минимум 150-200 подписчиков, шапка, чтобы была и красивый аватар, то есть это все есть в задании для новичка, по-моему, третье или четвертое задание новичка, посмотрели видео, знаете, как все это сделать. Далее вам понадобится 40 пустых аккаунтов для автоматизации, да, то есть, чтобы у вас было установлено приложение промо-флоу, это тоже информация только для новичков, да, у нас, то есть, мы уже сейчас не будем вам скидывать ссылки, потому что вы можете открыть третье или четвертое задание, простите, прям правда забыла, и там вы уже будете видеть, как установить промо-флоу и что с ним сделать, как создавать аккаунты, где покупать номера телефонов и так далее, это все дано в этом обучающем задании и дано от самой Татьяны Рябининой, да, то есть там очень качественное обучение, и Танюша, если что-то меняется, она просит там изменить видео, видео там всегда все актуальны, далее, конечно, умение слушать, слышать и делать, и не спорить с, так, ну, Алисом, и не спорить с организаторами марафона, потому что это будет бесполезно, да, и, конечно же, требования это отличный настрой и нацеленность на результат и Тунис, очень хочется вас увидеть в Тунис, то есть вас обучит компания, вас обучим мы, и потом компания и мы сможем вас еще свозить в разные страны мира бесплатно, если вы амбициозный человек, беретесь, делаете каждый день и готовитесь, конечно, к марафону, если вы сейчас прям захотите выполнить условия и пойдете рекрутировать, не забывайте о том, что нужно соблюдать лимиты, если вы поделали сегодня что-то для того, чтобы создать базу для работы для марафона по Инстаграму, то это не значит, что вы что-то сделали для своего бизнеса, да, то есть рекрутировать не забывайте каждый день, есть у вас время, нет у вас времени, хотите хорошо зарабатывать 100, 200, 300 тысяч, 500 в каталог, кто хочет, поставьте плюсики, кто хочет, тот все это сделает и знайте, что интернет-проект Фоберлик Онлайн делает такое качественное обучение, такие крутые лендинги, все делают каскадные, все для вас раскладывают по полочкам, только по той простой причине, что мы заботимся о вас и мы хотим сделать вас лучше и круче, так давайте же уметь обучаться, давайте же уметь впитывать в себя информацию, давайте становиться лучше, выше и богаче, и это все зависит от вас, мы вам даем все, но ваше желание самосовершенствоваться, оно у вас должно быть на первом месте. Ну что ж, всем спасибо огромное за внимание, я чувствую, что вебинар долгий получился, чувствую, что я перебрала по информации, но я считаю, что я вам рассказала все самое нужное, все самое важное, спасибо дорогие 122 человека, которые были со мной все это время на вебинаре, я пока еще не все, еще 5 минут мне дайте, я не хочу с вами прощаться, вот, да, хочется сделать короткий подыток и всех вас отпустить. В 2018 году мы просто очень много путешествовали и, конечно, вот хочется передать свое видение, это был Таиланд, Пхукет, да, то есть мы ездили за свой счет с друзьями на 2 недели, потом была Россия, Москва, нас вызывали в стратегическую сессию, в крутой отель, там и зоопарки, и все такое прочее, там очень классно. Третье, конечно, мы ездили к нашим рубиновым любимчикам в Узбекистан, в Ташкент, да, потом мы поехали с командой в Турцию, а далее, значит, Россия, Сочи нас ждала, да, вот мы недавно вернулись, и сейчас будет Бали, и январь или февраль 2019 мы планируем к нашим дорогим директорам и восходящим звездам в страну Казахстан, да, на форум, поэтому, конечно, Аллочка, да, да, мы планируем, там просто в Казахстане мы не были ни разу, а у нас там реально огромная команда сильнейших лидеров, и нам очень хочется, в прошлом году у нас не получилось полететь в Казахстан, потому что нас неожиданно с младшей дочкой положили в больничку, и там кроме мамы никого нельзя, няню нельзя, ну и как у ребенка будут уколы колоть, у меня что рядом не будет, конечно, я осталась, я не поехала. Ну вот, в принципе, все, спасибо вам за внимание, обязательно проходите марафоны, дорогие будущие марафонщицы, обязательно поедьте с нами в Тунис, все реально, и директор это всего лишь, как я говорю, 300 человек по 10 баллов, поэтому руки в ноги, да, рукава засучите и вперед работать. Я считаю, что дома, за кружечкой кофе, вы никогда не переработаете, это вам не завод, это вам не какой-то там, вы не учителя, вы не продавцы, сидите и тыкайте кнопки, как рассказали распоповые, что бы ни случилось, а кнопочки тыкать, это самое простое, лишь бы был интернет. Все, всех целую, всех люблю, всем пока, заболталась с вами, простите меня, пожалуйста, ну я так скучаю по вебинарам, что мне прям хочется говорить и говорить с вами, разговаривать, я по вебинарам очень соскучилась, поэтому вот так вот получается у меня. Ну все, всех целую, включу вам музычку немножко, может быть, кого-то она и расслабит, это, кстати, показы с ассамблеи, кто их не видел, пожалуйста, смотрите. Продолжение следует...